А Министерство внутренних дел Израиля сейчас разбирается с сотнями просьб о предоставлении статуса беженца от граждан Грузии и Украины. Каковы шансы у них получить заветный статус, расскажет Сергей Услендер. С сегодняшнего дня подать заявку на предоставление статуса беженца в отделениях израильского МВД практически невозможно. Ведомство прекратило прием подобных заявлений за огромного количества претендентов. Офисы Министерства буквально завалены тысячами просьб и большая часть от граждан Украины и Грузии. Впрочем, в МВД полагают, что большая часть соискателей и не надеется получить, обрести вожделенный статус беженца. Просто пока рассматриваются их дела, они надеются получить отсрочку от депортации и найти себе в Израиле работу хотя бы и нелегальную. От этого страдает туризм. Теперь пограничники депортируют большинство граждан обеих стран, прибывающих в аэропорт Бен-Гуриона, не разбираясь, кто из них турист, а кто потенциальный нелегал. Каждый день в Израиль прибывают несколько рейцев из Украины. Большинство пассажиров этих рейсов возвращаются обратно на территорию Украины. По причине того, что их подозревают в желании остаться в Израиле незаконно. Жить или работать. Совершенно у всех разные причины. Но это факт. Сегодня государство Израиль не пропускает большое количество граждан Украины на территорию Израиля именно из-за этого опасения. Украинских нелегалов в Израиле сейчас по разным оценкам от 50 до 70 тысяч. Они трудятся на разных предприятиях, зарплату получают наличными и работают ровно до тех пор, пока их не поймает иммиграционная служба. Тогда нелегал какое-то время проводит в тюрьме, потом депортации и запрет на объезд минимум на 10 лет. Среди них немалые те, кто польстился на объявление о якобы совершенно законной работе в Израиле. Мошенники обещают им оформить все необходимые документы и разрешения на работу после приезда в Израиль. Но тут штука в том, что иностранец получить разрешение на работу, уже находясь на территории Израиля, не может. Это можно сделать только за границей. В страну человек приезжает уже с готовыми документами. Так что любые подобные объявления о предоставлении разрешения на работу уже на территории Израиля заведомо афера. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер.